всем привет сегодня будем моделировать сову но перед тем как мы это начнем сделать сделать настроим рабочий стол нашей программы cinema r20 для этого у нас есть в описании этого ролика необходимые файлы template l4d чтобы перед перед тем как установить этот рабочий стол нам надо эту папку поместить в папку плагины где у нас находится эта программа заходим в свойства ярлыка расположение вот у нас папка plugins я уже ее сюда переместил после того как программа запускается у нас плагинах образуется вот такая вот закладка и теперь после того как мы положили заходим стендейшем и но вот layout находим где у нас тут слова и вот такое вот у нас окно получается с ним мы будем работать плюс еще здесь у нас фильтр я добавил чтобы эффекты картинки изменять чтобы этот фильтр добавить он находится в 3d paint они нету его в стандарте и теперь заходим в меню и вот у нас м-едитер это стандартный эдитер заходим в эдитер body paint и здесь у нас находится именно этот фильтр мы его берем копируем опять заходим в эдитер и вот он у нас тут есть я его просто вставил нажал паст apply save all changes и он у нас тут появляется теперь чтобы это все закрепить сейф а старта play out будет всегда загружаться при загрузке программа будет всегда вот это вот рабочая рабочий стол у нас то есть то как мы это нажимаем нажимаем вот настроили мы рабочий стол теперь можно начинать моделировать нашу сову сохраняем вот этот вот проект в ту же самую папку где у нас находится сова теперь переносим в материалы на картинку совы наши здесь она с альфа каналом мы берем эту картинку нажимаем на нее и тянем в альфа канал нажимаем галочку теперь она у нас без заднего фона получается только сова вот она у нас так вот выглядит мы нажали здесь крестик она активировалась теперь ее можно редактировать двойным щелчком нажимаем это картинка референс на него будем смотреть и моделировать так с чего мы начнем у совы круглые тельцы круглая голова и будем из кругляшка по симметрии вытягивать вот эту вот форму ушки крылья начинаем создаем сферу преобразуем или и и иди тейбл делаем из нее потом по иксу вид сверху поставим выделим вот этим вот инструментом полигланы по симметрии удалим их заходим симметрия нажимаем тянем под симметрию и у нас получается вот такая вот область моделирования где у нас будет происходить все манипуляции ничего у нас тут это у нас голова так live selection зайдем мод и soft selection сейчас мы сделаем чтобы она была спереди такая вот а сзади вот голова круглая у нас теперь заходим в selection убираем soft selection на нормал ставим и смотрим как дальше моделировать буду у нас сверху идет округлость выберем через shift нажимаю выделяем ребра также еще выбирать ребра можно shift control если зажать и конечную выделить по всему пути чтобы отдельно не выделять чтобы отдельно не выделять серый выбрал теперь тянем теперь тянем уга так вот вот здесь здесь я пользуюсь эрт я это движение кручение ски ски борода такая у нас совы не должно случаться такого чтобы они пересекались между собой полигонные точки сейчас мы это покравим это у нас вот нижняя обородка будет процесс моделирования идет теперь здесь более острый угол надо сделать заходим line cut выбираем здесь должна быть стоять галочка только видимые элементы чтобы она насквозь не резала вот теперь у нас тут глаза будут бородку немного можно поровнее сделать там у нас открытый рот выписывай выделяем эти полигоны правой кнопкой и экструид экструид нажимаем любое место и мышкой тянет он становится какой то большой рот у нас получился вот эти полигоны опять через шифт удаляем форму необходимую нам потом вот эти полигоны удаляем уделяем удаляем удаляем вот КЛЮВ клюв теперь также line cut полигон который будет клювом опять же правой кнопкой там симметрию можно отключать-включать и вот эти вот полигоны дополнительные которые создаются после искру экстюрда надо выбирать также иногда вот во время работы с программой она дергается и не знаю как это изменить и даже не гуглил как исправить эту проблему но она редко возникает и когда возникает особо паниковать не приходится так мы нижние полигоны удаляем они нам только мешают вот эти полигоны опустим чтобы как-то на арка арка органомичная была форма теперь правой кнопкой bridge от точки до точки ведем и он создает полигон если мы зайдем в полигонной состоянии ctrl-a нажмем то иногда бриджем получается они вывернуты если бы она была вывернута сейчас например я буду продолжать делать и заходим опять в ctrl-a и видим то что он вывернутый полигон чтобы он на место поставить как нам надо reverse normal сделаем и теперь становится так как нам надо также есть кнопка закрыть полигон отверстие полигоном наводим на точку где нам надо закрыть у нас получается снизу заглушка что ли это и 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 так вот теперь одна фишка то что здесь ось x y и z они по отношению к выделенному к выделенному объекту как не объекта вот ребру или точки а нам надо чтобы эта область выделения была повернута не к выделению а чтобы по оси глобальный было что легче моделировать теперь мы нажимаем на любой из этих стрелочек правой кнопкой и здесь у нас он образуется в центре выделенного правильно галочка стоит здесь у нас галочка стоит и по отношению к пивотам а нам надо по отношению к world теперь у нас y получается наверху z x и теперь мы можем по иксу две бить этот вот это ребро напишем здесь 0 enter и все она стала на место чтобы не было силе переносили сетка нам мешает фильтр грит берем отключим и продолжаем моделировать наш клюв у нас получается опять же используем финальном sixtе eat нет делаем так чтобы было меньше острых углов опять же этими инструментами потом weld и в точки заходим эти точки можно совместить совместить эти точки как через control то есть когда мы заходим и control нажимаю теперь можно от точки к любой точке потянуться и они вместе замкнутся на второй точке тут немного добавлю округлости нашего клюва вот у нас клювик получился верхний делаем нижний таким же способом теперь если мы делаем экструдь он будет не все равно он выдавливает в сторону куда смотрит полигон но мы это пофиксим так же как и было до этого удаляем вот новый полигон перемещаем либо можно здесь в симметрии поставить взаимодействие больше тогда он будет щель закрывать например мы поставили один сантиметр и он на протяжении всего одного сантиметра будет отслеживать где близко или далеко это полигон находится и он как бы автоматически высылает таким вот методом можно либо также этот участок здесь у нас по под клювом еще и идет борода так что мы сейчас это исправим добавляю новые ребра и эту часть опять на место влажу вот на место бороды чтобы добавить точку create point и мы добавляем точку вот create point также через weld мы их сошьем чтобы это оставалось бородой вот так вот вот так вот хорошо работает вообще работает воображение как у нас должен выглядеть нижний клюв иногда криво нажимаю извините творческий процесс потом я хочу чтобы несколько линий было одной линией врезать ставим вот эту вот галочку теперь одну линию врезать почему он создал две точки странно мы теперь знаем как их соединять клюв также постараемся сделать его круглым ну вот такой вот у нас клюв получился теперь место с глазами проработаем я думаю достаточно будет сферу создать нажимаем на модель и вот у нас появляется точка за которую можно двигать изменять радиус круга это у нас будет глаз теперь если симметрию подставить под сферу другую сферу у нас получается по симметрии вот появляется другим глаз на сколько нет больше лет смотрим по референсу теперь у нас остаются ушки здесь у нас сильно жестко получилось давайте мы это поправим чтобы отменить вот например лево нажали там escape можно нажать и заново нарезать чтобы двигать точку не обязательно за эти стрелочки а вот в любое место экрана нажимаем и изменяем расположение этих точек вот эти точки у нас здесь можно соединить опять же через build таким вот образом теперь у нас тут более-менее ровно потом выделяем точку вот этим вот ну и ставим там обычный move и я хочу передвинуть немного вот бороду нашей совы передвинуть но опять же через инструмент такой как slide теперь если мы будем точку двигать она двигается именно вот по рядом стоящим ребрам или бильям как и все остальные точки она уходит за округу с головы должна уходить слегка темпиться вот вот все соответственно вот и мне э вот вот так что у нас получается так же можно вот здесь вот у нас ребра и их вообще можно сшить так же как я говорил через control сшиваем рядом стоящие точки а здесь вот у нас неровно получилось как то с изгибом ушки делаем ушки наши сплюшки и так же инструмент Extrude уминаливаем официально выделяем промахиваемся и так далее потом есть loop path cut по окружности режет добавляет новые ребра нам сейчас нам сейчас надо сделать засечку на ушки так как в оригинальной картинке у нас показано и так добавляем выделяем полинван вот этот вот этот и тянем размер t так у меня здесь заблокировано а надеюсь включить чтобы по всем координатам изменился размер ну и вообще этот кубик нам тут в ухе не нужен мы его сейчас через weld опять через control совместим можно было вообще его удалить назад вернемся удаляем вот эти точки соединяем точки заходим соединяем вот получился тот же самый эффект нашего уха теперь loop path cut вот так вот порежем и сделаем в форме уха более более округлую так так слайд сюда так 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 вот и наши ушки голова можно сказать готова теперь делаем таким же образом тельце я думаю комментировать потом соло соло нажимаем сюда соло делаем и только мы видим эту сферу а все остальное скрывается мы опять переводим полигональное состояние заходим в полигоны вид сверху делаем те же самые манипуляции как и с головой также можно эту сферу положить под сферу ту которую в симметрии нажимаем опять на и чё а почему не появляетесь кто вы такие думаю это нажмой и все появится как обычно окей ладно значит надо было выбрать всю основу объекта то есть это главные объекты поднимут эти другие объекты нажимаем и у соло иерархии и мы видим всю иерархию этих объектов так странно здесь кажется как будто одной кнопки не хватает сохраним так как у нас посмотрю у вас стандарт и да здесь не хватает у нас одной кнопки если вот у нас получается сфера мы ставим только сферу теперь если нажимаем сюда то будет нам все остальное и чтобы эту точку добавить сюда вот эту кнопку и нажимаем нажимаем сюда вот любое место просто my spellets напишем здесь в соло вот именно его и нам и надо перетащим сюда вот у нас появился все закрываем и опять же customization save startup layout теперь у нас при загрузке вот эта кнопка всегда будет тут сначала не понял где она теперь работает у нас тут тельце ждет пока мы с ним поработаем тельце немного меньше идем в полигоны будем сейчас делать крылышки также тельце может сделать не ровно круглым заходим в live selection здесь выбираем опять soft selection сделаем немного его овальной тельце куда это мы еще с вами опять normal и крылья у нас здесь угу 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 и R опять же extent R video на место вот так вот расположены теперь наводим парафил собираем форму у меня тут выделение Rectangle Situation стоит галочки не стоит только выделять видимые точки поэтому если я выделяю вот так вот интуитивно смотрю сквозь милю тоже за ней другая точка выделяется вот так вот провожу интуитивно там еще такая фишка то что мы если выделяем точки и хотим вот это вот область продолжить чтобы она выделялась нажимаем shift и нажимаем на полигоны и она привязаны к этим точке полигоны выделит мы можем продолжать по окружности порежем так же здесь вот loop selection по окружности выделять и так же форму изменять крышки удалим удалим по центру точку так как там будет сейчас выходить из центра нашего объекта так же добавим так вот так вот так вот и по окружности здесь тоже удалим через shift вот так вот нет даже еще больше если через shift то получается вот мы выделяем shift выделяем полигоны и теперь прилегающие к этим полигонам тоже через shift если нажимать на точки то оно продолжит выделять и так же можно весь объект вот так вот постепенчество выделять болезнь облегчает работа на вот вовлечет работа Сделаем так, чтобы здесь все линии было видно Тельце, чтобы в голову уходило Так вот, порежем Наталья, чтобы в голове уходило Наталья, чтобы в голове уходило Тельце 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 теперь нам пирожки надо как засечки сделать на картинке у нас нарисованы я думаю вырезать в объекте эти вот полоски для более наглядности и так мы это будем делать так же как с ушками места есть у нас здесь вот камера в навигации стоять должен объект мод и он не всегда работает вокруг выделенного выделенной области например мы выделяем и иногда программа она не крутится вокруг выделенные точки крутится вокруг например центре экрана хотя там стоит чтобы она переключилась так как нам надо мы нажимаем insert и вон если мы один раз нажмем оптован скидывать эти настройки и теперь должен работать так как положено если у вас все крутится как надо то она значит работает мы удалили полигоны ненужные нам заходим опять в weld через control скидывая Close Polygon Hall Дорисовываем Вот этот полигон у нас деформированный Потому что без центрального ребра Мы его удалим И через инструмент Bridge Через точки Мы сейчас дорисуем Вот один идет А теперь вот здесь вот Можно Close Polygon Hall сделать Вот это у нас Теперь так вот положим Проходится И опять же у нас здесь вот Треугольники получились и это неправильно Нам надо чтобы Вот эта вот полоска так же и внутри проходила Поэтому берем Заходим в Line Вот с этого вида берем, режем И Опять все В одну В одну картину В одну картину Сводим Теперь как удалить вот эти вот ненужные нам Но они не вписываются в общую картину нашего объекта Выделяем их И правой кнопкой И дисов И они удаляются И все У нас получается вот такая вот Загагулина Так же нам надо Ну еще в двух местах так же сделаем Давайте не буду комментировать По-быстрее мы сделали Может теперь мы так Ну или так Поверимся Угу 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 По-быстрее Поверимся Капка Продолжение следует... Продолжение следует... Это я Ctrl-A нажимаю и смотрю, какие полигоны все выделяю, и какие полигоны синие и желтые. В данный момент у нас все получается, так как нам... Опять вот режем... Вот такая вот у нас... Модель получается... Немного тут развести хочу... Чтобы она не была настолько угловатой, как есть на самом деле... Продолжение следует... 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 Так, мы Ctrl-Z нажмем... Если мы закончили и хотим продолжать, то нам надо из этого инструмента переключиться на любой другой инструмент... Например, Create Point... Например, Create Point... А потом уже опять Bridge... И тогда он включится по новой и можно начинать с другой точки... А то если мы закончили тут... И думаем еще тут сделать... То он продолжит делать полигон... И вот этот полигон нам уже не нужен... Так что... Смотрим, что тут у нас... По инверсии полигонов... Вот видим то, что он нам создал... Несколько инверсионных полигонов... Мы их выделим... Reverse... И там... Продолжаем... Дальше... Точки... LineCut... Делаем... Трорезь... Ушипилья... Так же и не забочусь тоже... По симметрии... Потому что она... Вот этот... Аксесс... Он по отношению к... Глобальной... Светке... И поэтому я... Ну... Не использую слайд... Но можно конечно слайд... Так... Кому-то легче... Кто как... То есть... Добивается результата... Разными способами... Либо просто вручную... Либо... Слайд... Да... У нас готовы крылышки... На картинке нету хвоста... Но... Мы его сделаем... Опять же... XFood... Хвост... И... Режем... По окружности... Через... Шифт... Выделяем... Умагрируем... Вот эти вот точки... В координатах поставим... Ноль... Выключим симметрию... И нам надо удалить вот эти вот ненужные полигоны... Которые по центру... Ноль... 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 В этом... Лайн-крат... Все... Вот это место... Откуда они будут расти... Более круглым... Угу... 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 Также вот Bevel... Есть инструмент... Вот так вот... Под... Под... Бескосок создает... Новый полигон... Потом у нас тут... Inner... Extrude Inner... Он у нас... Центр... Полигоны вбивает... Создает... Опять же Extrude... Вот у нас пошла латка... Тут какие-то маленькие у меня латки получились... Тоненькие у меня... Да... Они не похожи на оригинал... Сделаем их... побольше... Вот этот вот... Кубик возьмем... Сделаем его более круглым... Так... Я не попал... Я их перекрестил... Ладно... У нас же есть Уэлл... Центр... Уделим... Это... Ребро... И начнем... Моделировать... Сразу... Наверное, мы можем... Начнем... С Вэлл... Ой... С Бэвела... Вот у нас... Основа для лапок делает... Получилось... Теперь еще... Потом еще... Такая вот у нас... И снова для лапки получилась... Такая вот... Ну и... Пусть? Ну и... Узрó... Так, лапки, сейчас будем когти делать, заходим в Loop PathCut, здесь у нас три пальца, один назад, два вперед. Сначала работаем с каждым пальцем по отдельности, это у нас первый палец. Я его сейчас согнуть хочу, сгибаю палец. Вот один палец. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот сюда. Open Extrude, Bevel. У меня даже здесь. Кнопка отвечающая за предыдущие использованные инструменты. Вот я, что использовал. Так что можно и здесь соориентироваться в менюшке. По отношению к направленности камеры, кручение работает так, что в любой местности, по отношению на то, как смотрит камера, оно будет ровно на камеру и крутится. Здесь у нас палец лапки. Такой вот там, сильно закрученный. Мы его сейчас будем, похожим делать. Вот да. Сейчас мы его сделаем. Уберите, по-русски. Так. 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 А. Так. Так. Продолжение следует... 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 Создаем для ноги также шов Где-то позади, чтобы его не было сильно видно Каждый из пальцев тоже по окружности выделяем Для каждого пальца надо сделать шов Из-за того, что выделено очень много пространства За камерой Не всегда камера Как это сказать? Вокруг выделенного удобно летает Поэтому я предлагаю саму эту длинную часть Выделить уже в конце Сейчас нажимаем control Нажимаем галочку, чтобы не только видимое он выделял Я просто брал и взял и стер то, что я до этого выделил Теперь у нас будет тут легче работать Вокруг выделения этих объектов Продолжаем с нашими лапками Это через control Убираем выделение Это лишнее выделение Теперь 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 Вот эти вот ребра, они должны быть вместе с собой соединены Вот выделение С желтыми маркерами Сейчас я тут думаю, как сделать Похоже, вот так вот Вот Одна лапка Давайте рассмотрим, как у меня получилось Чтобы у вас так же получилось Одна лапка и вторую так же Теперь Убираем 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 через шифр добавляю выделение проговариваю на всякий случай чтобы не запутался пользователь вот ножки у нас выделены теперь выделяем опять же shift control если нажать вот мы начали отсюда и хотим вот по всей центру этого крыла пройтись вот мы shift control нажимаем и он по всей длине выделяет также через через shift выделяю начало откуда должен должен быть шов и выделяю ой начало говорю он да иногда бывает не знает откуда начать это выделение надо сказать продолжение здесь shift нажимаем а потом shift control ну что опять странно че ты не всегда срабатываешь в control что у нас здесь дополнительные точки нет лишних точек нет да а может от того зависит как камера смотрит нет нет вот странно получилось один раз и теперь либо есть инструмент опять же tools инструменты выделение выделение и есть path selection он по пути выделяет то есть мы shift нажимаем и начинаем мышкой рисовать то есть мы выделяем и тянем дальше надо чтобы он видел но опять же было как как же легко через shift control выделялась не всегда работает но если работает у нас так как тело с головой не соединено воедино у нас здесь внутри головы вот по окружности идет наше тело с крыльями мы берем вот loop selection через опять же shift что он не хочет потому что отсюда выходят крылья и неровный круг получается и он путается так что ладно вручную возьмем выделим как нам надо shift conto все идет эээ под конец обязательно надо куда то укатиться вниз а вот теперь у нас телец с ножками выделено теперь у нас остается голова выделим это это ребра вот мы тут у нас в голове а из асимметрии он несколько точек объединил и оставил нам такие вот которые также можно пофиксить добавить вебра пропадают эти черные полигоны и внизу мы видим что что-то тоже происходит у нас внутри самого тела получается у нас эти вот внутри полигоны они нам как бы и не нужны реально то что они внутри объекта и на них мы их не видим поэтому мы можем просто удалить и где щели образуются цветочки были так как у меня вот здесь вот light selection и галочка стоит только вид видимо элементы я убрал поэтому я не могу выделить он там . находится она за полигоном она точно там есть я и не могу выделить я не могу выделить только те видимые . поэтому я взял знаю то что то лица целых шантала насквозь выделяет и именно эту точку но можно конечно и промахнуться вот например выделила и и если вдруг на пути этой точке будет другие . он также это надо иметь ввиду здесь создадим сейчас полигончик инструментом полигончик инструментом полигончик это вот тоже нужно виллд используем вот эти вот так вот сделаем и бридж этот треугольник добавим теперь ctrl-a, все на своих местах, все хорошо, мне нравится внутри особо не стоит заморачиваться то что я сейчас делаю, что-то двигаю идем опять в наши ребра, что нам осталось выделить вот это вот, так как мы там несколько полигонов удалили и разрыв образовался теперь мы выделим, получается там голова уже идет через shift, shift ctrl, нет, нет shift через shift выделяем именно вот эти вот внешние полигоны я иногда shift ctrl, иногда когда он не работает, просто выделяю через shift выделили теперь нам надо опять же голове создать создать шов, где он будет проходить по идее нам нужен здесь полигон и теперь я покажу, как порезать зайдем опять в полигоны вот мы выделим этот полигон если инструментом line cut мы выделим этот инструмент и поставим галочку применять только к выделенному полигону и теперь, если мы порежем его, то он не будет резать те полигоны, которые за ней и только к выделенному применится опять идем в ребра вот у нас появилось ребра по центру и нам надо выделить всю голову вместе со всеми через shift ctrl опять продолжаем выделять по центру головы идем идем по центру головы вот у нас голова так, я здесь не совсем ровно выделим теперь ушки также по кругу пройдемся вот выделяю выделяю и надо попасть не всегда вот так вот так вот и шов для ушей теперь у нас тут борода почему я бородой называю? не знаю просто голова нашей птицы давайте так не опять дергаешься да что ты какие то елочки выделяешь через shift ctrl ладно через shift ctrl здесь есть хвост хвост опять же через shift выделяем основание его да основание теперь вот так вот это мы сейчас создаем швы как вещи так же у нас будет создаваться наши области откуда будет брать информацию полигоны для окраски теперь у нас остались глаза глаза у нас также часть объекта но я с ними буду работать после того как основное тело сделаю я покажу что я имею ввиду попозже возьмем завершаем наше выделение у вас примерно вот должно получиться именно так как у меня в центр машина посоха ведем теперь после того как мы все это выделили чтобы это все закрепить вдруг нажмем а оно пропадет ага надо назад вот нажимать теперь select set selection он нам создает эту так edge selection называется которая отвечает за выделенные ребра теперь мы возьмем выделим глаза мы выделим глаза через fill selection получается выделяем глаза про прокрутим их так вот а теперь идем вид спереди фронт теперь здесь закладка UV mapping и frontal нажимаем теперь у нас глаза будут теперь у нас глаза будут создались UV для этих глаз и теперь чтобы эти UV полигоны подвигать вот заходим UV polygons теперь мы можем двигать эти глаза теперь мы эти глаза подвигали но нам надо все остальное тело но без глаз сделать то есть глаза мы уже сделали вот мы возьмем эти глаза у нас выделены и у нас здесь есть вот эти вот штуковины height selected мы нажмем сюда и это выделенное оно оно спрячется у нас станется только тело с нашими вот я два раза нажал на edge selection и выделились наши ребра мы выделяем все полигоны ctrl а заходим UV mapping и здесь не проекция а релакс UV заходим ставим галочку сюда ставим галочку сюда потом перетаскиваем сюда наш так который отвечает за выделенные ребра нажимаем и он нам говорит у нас какие-то интегеративные полигоны образовались и что же с ними делать а вот он оказывается где вот этот полигон у нас интегеративный потому что а почему а потому что если мы его подвигаем то видим то что он двигает не только то что рядом с ним а еще какой-то дальний полигон чтобы это исправить давайте сделаем так выделим ctrl-a и нажмем кнопку optimize при этом она должна быть у такого значения 0,01 нажали, все, у нас пропала вот здесь какая-то была неровность видимо я порезал давайте все-таки поймем в чем это была проблема вернемся назад вот мы наш полигон вот мы его двигаем вместе с ним все двигается если этот полигон подвигать странно а вот оно как видим, да то есть у нас здесь две точки они наложились друг на друга но они не соединились потому что я начал резать не с точки а рядом взял похоже что я здесь резал уже line-катом теперь если мы возьмем это и соединим через weld то же самое и optimize если мы выбрали все полигоны нажали optimize то он все рядом находящие точки именно с тем с тем расстоянием которые в optimize настроены он их соединяет воедино и если две точки рядом они будут одной точкой теперь смотрим дальше так он у нас расшил нашу нашу птицу то есть давайте чтобы понятнее было вот наша птица наши ребра мы ставим здесь ABF потом убираем здесь галочку сверху ставим галочку снизу ставим галочки эти и указываем Polygon Selection нажимаем Apply и поставим галочку After Realization теперь он нашу птицу разбил на сектора вот мы зайдем теперь в UV Polygons и мы видим то что здесь у нас сектора отвечают как же за свою область ту которую мы выделяли вокруг нее эти ребра также можем нажать сюда чтобы он их сделал соотносящихся по размеру по оригиналу чтобы соотнес по размеру нашей оригинальной модели теперь если двойным щелчком вот выделены UV Points мы можем дальше редактировать эту нашу сетку также мы можем пока нажать empty canvas чтобы картинка нам не мешала и начать располагать наши объекты как нам удобно это вот сейчас мы растянем это наша спина как я понял потом инструмент по симметрии можно перевернуть чтобы хвост был снизу вот так вот сделаем теперь наш переднюю часть размер изменения вот scale non uniform scale он изменяет вот если мы вниз вверх он вот вниз вверх делаем право-лево право-лево а если было бы просто scale то он асимметричный делает размер изменяет инструмент второе а только инструментом move но еще и scale то есть вот этим вот он двойным шучком не выделяет запомним также мы видим выделяемые объекты в нашем объекте через shift также можно выделять дополнительно левишки нашего объекта это у нас клюв разрезанный пополам открытый рот мыши птицы минус минус рот 4 3 и и 6 г г 5 и а так я это делаю чтоб потом начать разукрашивать да не быстрое дело делай смело смело делай кто не делает тот не делает это наши пальчики наша нога ну вот теперь мы создадим новую текстуру новую текстуру задний фон и сделаем и сохраним текстуру теперь если мы в материалы из нашей папки вот у нас куда я разве не на рабочий столбик и теперь мы можем нашу сову а чтобы глаза появились давайте сделаем зайдем в полигональное состояние и нажмем на кнопку unhide all у нас появились глаза мы их также под нашу елюшку подстроим заходим в UV полигоны выделяем наши глаза они у нас будут тут сохраним до сохранить текстуру и уже заходим рисовать цвет нарисуем зрачки нашим глазам потом по самой нашей птичке можно пройтись она у нас какого цвета синенькая мы все можем закрасить взять именно такой цвет здесь переключение между текстурами как вы можете заметить вот там где глаза мы выделяем рисуем беленькая или там какие красные да у нас красные глаза красные глаза потому чтобы отражение не было зайдем в материалы здесь рефлекцию мы берем с ноги цвета драчки конечно мишка так же сделаем вот прессор и можем вот те теньки дарисовать так он не рисует потому что у нас выделена эта область только он на ней рисует если ее сделать вот нажать опять на select rectangle и в любую область то он выделение опять убирает мы можем продолжать рисовать рисовать тут уже как как перо ляжет нашу модель можно сказать готова всем спасибо за просмотр до новых встреч то что Продолжение следует...